Друзья, всем привет! С вами, как обычно, Андрей Погорелло и Игорь Порох. Всем привет! И сегодня у нас на разборе ICO очень интересная тема, которая, думаю, очень интересный проект, который, думаю, очень многим понравится, потому что он называется Propi. И, ну, не пропил, а пропи, да, многие... Я уже видел, что шутили, пропил. Суть в том, что это приложение, децентрализированное, работающее на блокчейне, которое помогает очень быстро, без бумажной волокиты купить недвижимость в любом точке мира, в любой точке мира. И, конечно же, у нас... В общем, я сейчас начну рассказывать про проект. И у нас Игорь очень солидный инвестор, который мечтает купить себе шикарнейший пинг-хаус где-то там на Мальдивах. И ему интересно... Я, кстати, три года с недвижимостью работал как бы в одно время, поэтому это мне очень интересно и очень близко, поэтому сейчас пообщаемся на эту тему. Вот, это, по-моему, вообще прекрасно. На самом деле. Сейчас как раз у тебя, знаешь, будет более экспертное мнение по тому... Да, предвзятое, скажем так. Ну, не предвзятое мнение, но больше мнения как эксперта. Я сейчас как бы отключусь и хочу проанализировать. Давай, кстати, интересно будет. Ну, смотри, Игорь, что они предлагают? Они предлагают использовать смарт-контракты, да? Смарт-контракты для того, чтобы быстренько через приложение... Если вот мы зайдем... У них даже есть уже прототип на iOS, ты можешь, кстати говоря, попробовать скачать, да? Там пока вместе он на таком альфа-версии работает. Но они предлагают через смарт-контракты, через приложение, быстро, безбумажные волокиты, купить недвижку через, ну, самому, либо через брокеров, да? Использовать токены, которые они выпускают, как, ну, как, по сути, комиссионные, вот, через... Которые идут в оплату этих смарт-контрактов. То есть, по сути, как газ. Да, как ты отправляешь, но он недвижку на покупку использовал токены или газ. И, соответственно, там, все это очень быстро проходит. Вопросы, какие здесь у них, с ним сразу же есть. Я, пожалуй, сейчас открою их трет на Bitcoin Talk, тут более подробнее все. Вопросы, какие первые, как это по юридическим нормам каждой страны реализовать правильно, да? Да, да, у меня сразу такой вопрос появился. Да, вот я им писал, в принципе, они пока мне не ответили. У них есть белая бумага, то есть, если зайти в токен сейл, они уже через 12 дней хотят ICO делать, у них есть белая бумага. Но, если вы видите бумагу, она очень у них, ну, в сыром виде, 6 страниц всего лишь, всего лишь очень-очень сыро, очень непонятно пока им есть. Вот как они видят рынок сегодня, да, что сложно платить, большие деньги, много бумаг, много волокиты, неудобно. А как они хотят сделать все это, чтобы через спирт? Чтобы было удобно, да? Да, чтобы было удобно, через приложение зашел, брокеру сказал, «Слушай, я хочу танто-танто», там, нашел недвижку, дал, ну, брокеру, чтобы он купил эту недвижку, он быстренько через приложение отправил там смарт-контракт какой-то на покупку, оплатил, ну, и, в общем, передал все бумаги быстренько тоже тебе. И как раз у них проблема в том, чтобы юридически вот эти вот смарт-контракты через мобилку, да, через приложение узаконить, чтобы ты мог получить виртуально, ну, цифровые документы на недвижку сразу. Ага, ага. Вот, и вкратце они что хотят на ICO, они хотят 100 миллионов токенов вывести, это, в общем, да, 1%, ой, 1 доллар у них будет стоимость одного токена, все это, ну, эти токены будут как раз использоваться для того, чтобы как бы отправлять эти контракты туда-сюда, то есть, по сути, чтобы их покупать, продавать, нужно будет токены иметь, вот, и распределение будет у них 35% на ICO, 35% на развитие сети, интересный момент, что они хотят договориться с государством, и они, вот, эти 35% токенов, которые они не распродают, они бесплатно государств, или, возможно, за денежку, не знаю, в общем, они эти токены отдадут государству, разным компаниям, большим, да, риалтовским, я так понимаю, чтобы их, ну, чтобы они начали работать в этой системе, чтобы, ну, они вообще могли работать, да, потому что нужно будет токены использовать, потом 15% на donations, это пожертвования, я так понимаю, и 15% в самой компании, в самой команде. Ну, честно говоря, я не могу по системе ничего сказать, потому что кроме приложения ничего нет, то есть, такого какого-то кода или техническое детальное описание всего этого дела я не нашел, говорят, что будет исправляться в новом вайпепере, но что, чем этот интересный проект, Игорь, так это тем, что очень большая с их слов поддержка, да, ну, команда у них такая есть, это русскоязычная команда, у них больше корни, вот, СНГ, но среди адвайзеров у них, ты не поверишь, очень интересные люди. С Apple есть человек, с TechCrunch, с недавно успешного SEO Civic, вот, Винни и Линкхам, Джереми Гарднер, это очень интересная личность из блокчейн, капитал фонда инвестиционного, в общем, и другие ребята, которые тоже представляют очень авторитетные издания и компании. Смотрю, такие тоже крупные, да? Да, и медиаподдержка, у них и в Forbes есть статья, и какой-нибудь Телеграф, в принципе, такое, но вот Forbes есть о них пишет, и в общем, в общем, очень интересно, да, что вот такие вот, вот такая вот поддержка мощнейшая. Если посмотреть по трафику, то запустились они буквально в июне, в Соединенные Штаты Америки, Чехия, Бразилия, Болгария и Соединенное Королевство Великобритании и в Северной Ирландии, то есть Великобритания, по трафику видно, что, в принципе, они подключили некоторые мониторинги ICO и все, то есть прямой рекламы у них не было. Команда, я не знаю, в LinkedIn профиле нет, то есть ничего такого нет, чисто можно саму бегать искать, да. А можешь территориально локально посмотреть вообще, а не локально откуда бы? Ну смотри, Андрей Замовский, Наталья Короянева, ну то есть есть у меня некоторый выход на тех людей, которые А ты можешь просто выбрать и в Google вбить, посмотреть, что выбьет, вот Наталья Короянева, допустим. Давай посмотрим, кстати говоря, хорошая идея. Просто интересно глянуть, что Google даст. Так, Наталья Medium, она есть на Medium, это очень хорошо, смотри, она была среди спикеров на Blockchain Export. Окей, да, интересно. И вот видишь, SEO and Founder, что-то про него написали там. Так, вот ее ссылочка сюда прям, Blockchain Expo какой-то был, настолько авторитетный, ну ресурс, я бы сказал, средней авторитетности, тем не менее популярен в развитых странах, что SEO, вот это да, CoFounder, Insider. Вот в третьей сверху ссылка, выше, выше, выше. Выше? Crunchbase? Ну а вот это, вот, да, обратно. Смотри, находится в Сан-Франциско, есть LinkedIn ее, то есть это в принципе реальные люди, и видно, видишь сразу отсылка то есть к пропи, вот. Да, да, я вижу вон ее сразу, пост, welcome, ага, пропи. Давай посмотрим LinkedIn. Ну он такие развит, 1678 фолловеров у нее есть, это что, картинки разные есть, смотри, где-то выступала, видимо. Да, да, не последняя статья, когда была сделана. Ага. Последняя статья? Ну, последний пост, допустим, был сделан, когда просто Глянье интересла. Давай, давай, сейчас. Я опять забыл, как это сделать. А, вот. Внизу, да, 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 сила, ага, в активите, да. Так. Два дня назад было. Два дня назад, неделя назад она выступает, то есть человек публичный, человеку есть что терять в свое лицо. Да, да, вот, это самое главное на самом деле Глянье, да. Она на блокчейн-конференции, ага, Европа. А про, как раз таки, про эту компанию, они что-то говорят интересно? А давай введем вот саму компанию, наверное, да? Да, да, давай компанию введем, ага. Единственное, что, сейчас, секундочку. И давай сейчас пока еще второго посмотрим, там Андрей был. А может, мы сейчас его найдем сразу через компанию. Точно, давай. То есть, вот, Propie Incorporation, Real Estate, это они, по-моему. То есть, вот, например, аналогии вот с тех компаний, которые мы до этого, так, с Spectrum, смотри, да, да, да. То есть, там, помнишь, там один только человек была связь на LinkedIn с этой компанией. Здесь же мы видим, что сразу 10, ну, как бы, работников. То есть, если мы зайдем на компанию саму, вот, и люди которые с ней связаны. Ага, ага. Мар Гранц, Джон Вон. Ну, Мария Ангелова, вот это вот, смотри, вторая снизу, она есть в их команде, в самом низу, там есть вторая снизу. Андрей Замовский, вот, кстати, выше есть. Ага, вот. Сан-Франциско, смотри, у них в основном. Ага, ага, вот. Я так понимаю, мозговой центр у них там. Да, 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 наверное, наша квартира. Вверху там под Демисовича есть этот Андрей Замовский, кажется, вот он, да. Его посмотреть, да? Да, его глянем тоже, давай. Да, тоже у него больше 500 человек подписано, у него, смотрю, его follow-up. Ага, ну и видишь, тоже про Полибиус, не статьи, он не особо активен. Да, да. Ну, подписчики... Пост, нажми пост, там второй, вот это будет серединки. Вот это, да? Не-не, вот пост, all activity, ага, вот, что там. Ну, да, это один его пост и все, по сути. Ну, что у него, какой опыт? Вот, смотри, создатель Novelty Lab какой-то. Он в Украине подписан, наш колю. Что-что? Он в Украине. Ну, там, значит, что-то вверху подними, если у него там под... Вон, Ukrainian State. Chemical Technology University. Днепропетровская, да, парень. Днепропетровская, Днепра, да, парень. Ага. Смотри, он был задействован в проекте по созданию решения для платежной системы по криптовалютам. Ага, ну, то есть, в принципе, этот вопрос он знает, как бы, по криптовалюте создания. Да, то есть, Software Engineer, то есть, с софтом связан, проект-менеджер был, другие. Ну, в принципе, опыт интересный у людей, я бы сказал. Можно еще посмотреть. Перейдите, по кого-нибудь посмотрим. Ну, давай, выбирай. Зайди на сайт компании, еще раз посмотрим на их список команды, еще чуть-чуть, выделяем сразу. Так, это у нас SEO Chief, SEO, давай вот этот бизнес-девермент, Джон Вонг, давай его, чайно посмотрим. Джон Вонг? Да, да, Джон Вонг, посмотрим. Так, где-то, вот он, Джон Вонг. Гонг-конг. Угу. О, смотри, он был адвайзером в ТАСе. Угу. В ТАС, если говоря, я тоже инвестировал, они как раз должны были, как раз, вот дивиденды выплачивать сейчас, я не помню, они там выплачивали или нет. У него 199 фолловеров, для человека, который занимает должность бизнес-развития, как бы, мне кажется, это маловато. Давай посмотрим еще на активность его, что он пишет. Потому что, знаешь, 4 дня назад, eat food to protect your brain. Ну, это как-то не солидно. Ну, это что-то. Потому что на то время собрать такую сумму, ну, как они собрали в ТАСе, это, ну, это было круто. Ну, как бы, я бы сказал так, что команда, как минимум, среднего звена, ну, очень, как бы, и компетентна. Ну, свое, допустим, да, вот что, вот, скажу тебе честно, от себя, вот, опять-таки, просто то, что услышалось. Идея хорошая, но у меня просто откликнулось, я знаю вот эту всю волокиту, когда, допустим, человек-иностранец покупает в другом государстве недвижимость, там вопросов подноготных безумно много, прям масса этих вопросов. Вот это вот оформление, документация, принять квартиру, вот эти вот семейтинг-фи, вот это вот все, оплачивать коммуналку, приемку, оформление, там вопросов просто мега, ну, очень много на самом деле. Идея хорошая, не спорю, единственное, что вот подкупает, да, вот когда ты начал рассказывать, кто такие адвайзеры у них, там, кто адвайзеры, посмотрели команду, в принципе, команда хороша, очень такой смутный, единственное, что меня еще дополнительно смущает, то, что 12 дней до выхода ICO, а у них еще все так сыровато. Для недвижимости это очень сыро, скажу тебе честно. Очень сыро, да. Вот объяснить человеку, как это все будет происходить, какой-то пример показать, это сыро. 12 дней это мало, чтобы они это все, ну, как бы, изменили или добавили. Всего лишь 200 мемберс, это, ну, это маловато, прям, до такого проекта. Да, мне кажется, что они очень поспешили. Смотри, 23 июня, это старт их компании, буквально, вот, 6 всего лишь страничек на биткоин-толке, сам по себе автор 45 постов, то есть, ну, не сказал бы, что бы, а, то есть, видимо, он просто как новичок здесь инвестировался. Или появится конкуренция, может быть, уже слышали, что кто-то хочет из недвижимости выйти ICO, но я считаю, поспешили. То есть, с таким рынком, как недвижимость, и вот так вот сыро выходить на рынок, это спешка. Очень большая спешка, плюс, ну, с другой стороны, например, смотри, тот же Civic, например, да, они вообще, по-моему, проигнорировали биткоин-толк абсолютно, то есть, это был бы бизнес-проект, который считан чисто для инвесторов частных, которые в теме, они, как бы, выходили на ICO, ну, я не знаю, для чего, я бы, мне, мое подозрение, чтобы просто сэкономить на маркетинге, чтобы шумиху поднять. Вот, эти ребята могут тоже сам попробовать, например, мне пришлось мне сообщение, что они еще хотят сделать при ICO, там вклад будет в ход, точнее, от 50 тысяч долларов, если не ошибаюсь, то есть, это минимальная сумма, да, если для таких инвесторов, по хорошим условиям можно купить токены. Ну, опять же, при ICO, когда у нас ICO через сколько там? 12 дней. 12 дней, ну, как бы, я даже не знаю, мне кажется, они слишком спешат, вот реально, тем более, учитывая, что, как ты правильно сказал, недвижка – это очень сложная тема, если виртуальная реальность, мы смотрели, там, с тобой 30 страниц в ICO был, да, и они там через два, через месяц-полтора будут только выходить. 37 дней только они будут выходить, да. Да, у этих ребят, я, правда, не знаю, смотри, они еще 2016 года ввели уже, как бы, разработку, возможно, просто, ну, и прототип у них, смотри, еще год назад, полгода назад был. Возможно, они уже, ну, я качал приложение, вот честно скажу, я качал приложение, смотрел, оно очень сырое пока, да, оно рабочее, но что-то с ним делать… Андрей, скажу, за полгода, за полгода так сыро выходить и показывать, что 12 дней до выхода, да, партнеры у них, я не спорю, у них хорошие партнеры, медиа, как бы, все это хорошо, но никто же не мешает просто влепить эту эмблемку правильно. Да, с другой стороны, что хотел сказать, что связь этих партнеров с данной компанией я тоже не нашел, я вопрос задал, кстати говоря, в личку там админу, русскоязычному администратору, кстати говоря, сказали, что этот вопрос будет решен в следующем вайпепере. Тем более, тем более. Да, вот если честно говоря, если бы они, ну, доказали, что вот эти ребята их поддерживают, они просто… Знаешь, что сделать, кстати, дополнение к этому возьми, Майкл Эрингтон, допустим, и вбей в гугле и напиши просто рядышком… Пропер, да? Да, посмотрим, выдаст что-нибудь, просто интересно. Хорошая идея, давай так и сделаем. Ну, excited to be advising the proper ICO. Ты знаешь, в принципе, написано, что да. А на твиттере, да, да, я вижу, да. Ему предложили или что? Смотри, говорит, что 1 июля, то есть недавно, говорит, что я рад быть консультантом в пропе ICO. Он говорит, что от следующего метода его будет в центре. Очень классная модель для того, чтобы избежать централизированного управления банками. И тут у нас… Давай двайзер с этого, с Apple, с Apple'а посмотрим. Давай, кстати говоря, давай. Вот Daniel Kotler, да? Да. То есть, в принципе, ну, это уже хороший знак, да, что 1 июля. И Civic, глянь, еще третьего Civic'а. Мне просто интересно, что он скажет. Ну, этого человека не вижу я. А, он не медийный, да? Не публичный? Я же он будет здесь. Ну, он, кстати говоря, да. А вот, смотри, в Дэн Кетке, вот, видишь, ниже еще там. Еще ниже. Еще? А, это не то. Давай, давай посмотрим Civic'а. Ну, как бы, знаешь, я не люблю очень людей брать, те, которые уже ICO проводили, потому что… Ну, потому что они сами могли провести ICO, которое там не очень, скажем так, было успешно в итоге. То есть, не помнил обязательства. Не, на себе просто успешно собрал денег, поэтому… Ну, вот, например, вот можно попробовать здесь посмотреть. А, хотя Property нет, тут нет отсылок. Нету, да? Ну, я не вижу отсылок, вот, вообще. Окей. Не, можно, конечно, его попробовать найти, его Twitter еще, знаешь? Здесь, конечно, есть его Twitter. Да, есть Twitter у него. Ну, вот, видишь, это был личный человек, мединый человек. Очень мединый, но я сейчас пытаюсь ввести поисковую строку, я не вижу. Может, не до конца индексируется, конечно, но я не вижу отсылочки. Нет, нету, нету отсылочки, не вижу. Ага, ага. То есть, эти косяки, я считаю, нужно им как бы поправить. Тем более, если они хотят, действительно, ну, уже так, да, в таком сыром виде выходить на ICO. Если бы, действительно, была поддержка таких людей, то, в принципе, вопросов нет. Ну, скажем так, из всех, единственное, что вот первый, который был, допустим, адвайзер, более что-то связано, вот как-то с пропи связано хоть показывает. Да, вот Майкл. Да, но с другой стороны, вот смотри, вайпайпер открываем, и что у нас там, distribution advisor, да, есть же, должен быть. Token sale, network growth, development team. Ну, donations, это, наверное, оно и есть. Bounty, там, я не знаю, вот это, оно и есть, скорее всего. То есть, ну, как бы, двайсеров свой, конечно, интерес есть. У них, конечно, им есть что терять в плане, там, своей репутации. Но, с другой стороны, смотри, на платформе Waves, например, очень много проходит ICO, с которым я очень-очень-очень, у меня много вопросов. И один из них, недавно, по-моему, заскамилась даже. Причем там был адвайзером Саши Иванов. Не хочу сказать, что ты на Саши Иванова, но я просто говорю о том, что многие просто берут лица, там, каких-то известных людей и, в общем-то, используют их как адвайзеров. Я же тебе что говорю, что здесь тоже не могли просто налепить это все? Да, я считаю, что много вопросов еще. Тем более, видимо, это все сырое, 12 дней, налепили много-много адвайзеров, быстро, как бы, за пару дней собрать. Да, я считаю, что им нужно, действительно, вот ту бумагу, которую они обещали, выпустить, им нужно как можно быстрее выпустить. Тем более, смотри, они на китайский рынок тоже очень нацелены. Видишь, у них есть и на китайском, и на английском, и на русском. Соответственно, Сингапур, там был один человек, Джон Лонг, да, видимо, он в китайском направлении работает. То есть, знаешь, это два варианта. Первый, либо тотальный скал, либо же второй вариант, это просто ребята, которые выходят на из всего не для того, чтобы им нужны были деньги, а просто получить социальную поддержку. Да, у них уже есть инвесторы. Второе, вот социальная поддержка более ближе. То есть, если, допустим, рассматривать из этих двух вещей, вышли они очень сыро, у них мало как бы реализованных вещей. За полгода, если начали какое-то действие, в течение полугода немало что подготовили. У меня почему-то такая мысль прошла, что они выходят так вот сыро только потому, что кто-то из других проперти-компаний собирается тоже выйти, наверное, на ICO, создать свои монеты. Вот, поэтому, не знаю, ну, давай глянем вот у этой, допустим, SEO. Когда у них первые посты были про пропи? Просто так интересно. Когда они что? Ну, когда она начала ставить хэштег пропи. Вот, кто это? Да, можешь посмотреть еще раз. Наталья? Да, Наталья, да-да-да. У нее, я смотрю, она прям раскрученная у себя там в LinkedIn, она там показывает все. Вот здесь, да. Сейчас посмотрим. Просто интересно, когда она начала постить их про пропи, допустим, у себя на страничке. Ну, видно, что они сейчас про баунти много постят, очень всего. Стоп, 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 выше поднимись. Выше, ага, вот видишь, Винни Лингован, что-то написал, он выше. А, ну вот, да-да-да. А что написано здесь? Это по поводу секвита и хардфорка биткоина, он просто пост делал, она репостила, и все. Все-все-все, окей, окей. А отношения к компаниям нет вообще никакого. Да-да-да, окей, давай дальше. Ну, все, да, пока. Я вижу, что, наверное, вот в Real Estate, то есть много отсылок, то есть она, ну, недвижка, она занимается, видно. И она блокчейном интересуется, тоже видно. И политика интересуется. Ну, кто ей сейчас не интересуется? Ну, потому что Трамп, он же занимается недвижкой, ну, как бы, он же на этом поднялся. Ну, вот Пропи есть пост, 2 марта 2016 года, Пропи. Ага, 2 марта 2016 года, ну да. Смотри, Apps, а ну-ка, ну-ка, интересно. А, это они создали платформу, ну, как бы, программу, получается, да, вот это вот? Ну-ка, 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 ну-ка. With a simple tap of the finger. Bar agent, door steps. А вот и Пропи, ну-ка, ну-ка. Давай, знаешь, что еще, чтобы, чтобы... Или Пропи do case. А вот, Пропи учит покупателей... Only do finish and bring awareness. И смотри, видимо, Пропи раньше не был именно приложением децентрализированным, которое предлагается для того, чтобы покупать недвижку. А смотри, изначально значение было другое, наверное, они ее переделали. Да-да-да, ага, я тоже так подумал. Бизнес-процессы какие-то, я даже не могу понять, в чем смысл. А это, знаешь, они больше хотели упростить покупку, наверное, вот видишь, он видишь, там, Киренли, ну, а, Дубай, Москва, Париж, Гонконг. Вот смотри, они по каким-то строениям, недвижки, которые эко-френдли, то есть, ну, не вредит окружающей среде, то есть, она как поисковая по ходу программа по поиску недвижки просто. Вот, в принципе, когда я заходил, ну, и видно было, что там, типа, можно поискать. Просто программ хотели сделать в айфоне, чтобы просто было удобно искать недвижку. То есть, видимо, у них было приложение, цель приложения совершенно другая. Это потом они же увидели, что блокчейн появился, решили подумать, как это все внедрить. Да, но что-то связано с экологией, они хотят это все как-то, какую-то недвижимость все-таки, экологичную, допустим, что-то не... Да-да-да, вот смотри, экологичность. Greener Properties in Overconsuming UAE, да. То есть, они поменяли совершенно профиль в другое направление. Но, в принципе, не ушли как бы от недвижки, то есть, скажем так, не с цемента переходить к виртуальной реальности, да, допустим, а все-таки в направлении недвижимости работать. Да, но при этом, при всем, маркетинг-план у них остался тот же. Те же картинки сейчас они используют на своем сайте, то же самое, что использовали еще, смотри, в феврале месяце 2016-го. А зачем писать что-то новое, да, и это пойдет? Ну, в принципе, да. Ну, я скажу так, я очень люблю проекты, которые используют блокчейн чисто для того, чтобы провести ICO и чтобы было, понимаешь? Или просто пропиариться, знаешь, вот мне кажется, что это больше смотрится, как просто они хотят пропиарить свою компанию, пропи-групп, наверное, есть такая компания, скорее всего. А можешь просто ввести в поисковике, в гугле, просто пропи-групп, есть ли у них какой-то свой сайт, они там предлагают свою недвижку, может. Интересно, кстати, может, действительно, как побочка этого приложения. Да, да, да. Пропи-Инк, подожди, может, оно? Ну, пропи-ком, пропи-испомп, а блокчейн might just offer это не тот сайт, который у нас тут. Покин-сэйл. А, ну да, тут самый сайт. А вот, кстати, переведенная статья. Сейчас я посмотрю. Пропи-велестейт еще посмотрим. А, смотри, я забыл, что у меня включен поиск за последний год, чтобы удобно... Не включен поиск, чтобы не идем. Сейчас. А, пропи-групп. Ну, пропи-групп я не вижу ничего. Игорь, ты здесь? Так, у нас, походу, связь потеряна, поэтому на паузу ставлю. Тоже, включи свою камеру. Ну, я уже... Запись пошла у нас, ребят, у нас тут проблемы технические немножко. В общем, мы с Игорем чему-то говорим. Сейчас Игорь еще свое скажет, да, лепт его внесет. Лично мое мнение по поводу компании. Идея очень интересная. Видно, что ребята ездят по конференциям, где-то выступают, пытаются реально ее продвинуть. Ну, видно, что у них серьезные партнеры. Как минимум, с тех кранчем увидели это, доказательства есть. Но, лично мое мнение, не хватает... Возможно, у них все намного технически лучше, круче, но они это пока не показали. То есть, визуально я этого не вижу, там, в той же белой бумаге, например. Они обещают ее доделать. И мне кажется, что минимум нужно дождаться, а уже потом решать для себя, там, как бы, выходить сюда или нет. С другой стороны, у меня есть инсайды, контакты людей, которые есть, ну, работают с этими людьми. И, в принципе, обещали со временем, там, на днях точнее мне сказать более подробнее, что, как они все, что представляют, и что вообще за люди серьезные либо нет. И, возможно, я смогу еще немножко попозже записать, там, отдельные видео с Игорем или с этим человеком, который инсайд дает, да, и уже еще, ну, более подробнее рассказать о них, вот. В двух словах от себя, что скажу, да, допустим, по этой ситуации, ну, скажем так, по этой компании, понимая этот рынок, понимая вопроса клиентов, которые нужно решить, чтобы упростить, скажем так, сделку, да, допустим, просто одним, скажем так, одной программой в Apple Store, это не решается, этот вопрос. Но, по крайней мере, не с той подготовкой, которую они показывают. То есть они не показывают достаточное количество решенных вопросов, даже на этом white paper, что клиент сможет решить. Я не вижу этих вопросов и решения. Да, это интересно, это удобно, там, с помощью, там, одного пальчика все это сделать, все это сделать в Apple Store, но это удобно для ограниченного круга людей, вот так вот скажу. Вот это будет очень правильно. Возможно, есть какие-то люди, которые, им очень нужно решить вопросы прикосновением одного пальца через программу iPhone, да, возможно, я не спорю, но это ограниченный круг людей. То есть я не скажу, что это прям будет бум на рынке недвижимости, все заработают деньги, токены хорошо реализуются и так, ну и так далее. Это с точки зрения чисто инвесторов, вот так вот скажу. Да, но опять же, с другой стороны, если у ребят уже есть финансирование, уже есть инвесторы, которые вкладываются, и мы чего-то не знаем, например, да, они выходят чисто, чтобы собрать социальную поддержку и показать в СМИ себя, и они этим, в принципе, и занимаются, да, то, с другой стороны, это может быть очень классная инвестиция быть. И, как пример, аналоги с тем же Civic, где они даже на биткоин-толке не делали топик свой, то есть им абсолютно просто сделали ICO, чтобы сэкономить на маркетинге. Да, 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 вполне вероятно. Ну, как бы опять-таки, 12 дней есть, да, допустим, неделю посмотрим, ты еще можешь пообщаться со своими ребятами, там, кто дает инсайдерскую информацию, может, что-то мы пропустили или чего-то мы не видим в интернете, может быть, ребята просто не выкладывают что-то в сеть, не показывают это, тоже вполне возможно. Да, просто вот аналогия с тем же при ICO, там вообще никакой информации, закрытые круги, все свои, как в кулуарах, они просто связались, там, чувакам показали, там, вот, какой-то план примерно, да, что они хотят сделать, и эти ребята там говорят, о, классный день, мне нравится, я там 100 тысяч долларов тебе на еще на этапе идеи, да, даю тебе просто вот, инвестирую, покупаю токины. То есть вот такие вещи, как правило, они делаются, ну, там самые большие деньги, как бы, и, как бы, идут, да, а уже потом, это потом идут публично, ICO, вот, когда уже эта стадия прошла. Так что, в принципе, возможно, действительно, эта стадия, вот такая вот еще закрытая, то есть нужно, нужно еще посмотреть. Ну, я бы еще, действительно, я бы подождал этой белой бумаги, ее нужно, действительно, людям, разработчикам представить. Без нее собрать большую поддержку на ICO, именно массовую, да, сообщество, мне кажется, будет сложным. Вот, вкратце все. В общем, спасибо всем за внимание, друзья, если нравится, не забываем ставить лайк и подписываться на канал, пишите свои комментарии, какие есть всего еще разобрать, ваше мнение. Или пускай, может, напишут мнение об этом ICO, может, мы что-то упустили, допустим, мы чего-то там недорассказали или там недоделали обзор, тоже будет интересно, вдруг вот есть какая-то тоже информация по этому поводу, будет интересно узнать. Да, то есть мы не, как это правильно сказать, мы не говорим, что мы последняя истина в инстанции, да, но, как бы, наше чисто субъективное мнение на основе нашего опыта ресерча небольшого, возможно, у вас какой-то более детальный ресерч вы провели и можете что-то представить. Но, в любом случае, хорошо, плюс явный в том, что ребята открытые, то есть, как минимум, репутацию свою они будут сохранять и поэтому, как минимум, это не скам, необычный там такой скам, как ноди делают. На этом все, Игорь, у тебя, может, добавить что-то есть? Нет, по этому поводу все, я же говорю, подождем неделю еще, посмотрим на их white paper, может, там что-то будет обновленное, возможно, какую-то информацию мы сможем нарыть для того, чтобы узнать больше, чем сейчас видим в интернете. То есть, мы прошарили, ну, как бы, просмотрели много ресурсов, да, и Twitter, и, скажем так, больше их личной жизни просмотрели, там, что они там постят, ну, у них адвайзеры хорошие, в LinkedIn они там тоже отметки делают, Twitter, и там идут отметки про компанию, то есть, в принципе, как бы, медийная есть какая-то информация, да, но нет всего того, чтобы хватило для принятия решения вложить деньги именно в этот application, то есть, какую-то часть можно, допустим, инвестировать, но, опять-таки, небольшое и то это решение нужно принять через неделю, но сейчас пока я не вкладывал прям сегодня. Ну, рынок при этом при всем большой, проблема есть, если они ее решат, то, ну, действительно, токены могут окупиться в разы. Это 100%, конечно, да. Да, все, ребят, всем спасибо большое, в общем, до встречи в следующем ICO, пишите комментарии, всем пока. Все, всем пока, спасибо большое.